Дорогие друзья, здравствуйте и добрый вечер. Good evening, good evening, good evening на планете Земля. Приветствую вас, как всегда, в вечернее время, в четверг. Сегодня немножко пораньше, так как у нас гость очень далеко находится. Джордж Дейл из сказочной далекой Баварии. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня впервые такой очень специфический гость. То есть гости у нас все очень интересные, необычные. А сегодня, помимо интересного гостя, у нас еще он очень специфический. Это Адроник Аветисян, наша 156-я звезда. Сегодня у нас в гостях. Мне очень приятно, что это наш гость, который 156-й раз согласился к нам прийти в гости за 2,5 года. Итак, поговорим сегодня об очень специфическом варианте, который мы подготовили для Адраника Аветисяна. о его деятельности, чем он занимается, почему он занимается и как к этому все это пришло. И как это самое главное, что это продолжается. Вот что интересно. Поэтому ждем нашего гостя. Еще раз напомню, сегодня у нас 152,5 года. Ищите нас везде на всех страничках, пожалуйста, на планете Земля. Ребята, итак, внимание, ждем нашего гостя, очень специфического. Внимание, внимание, мы скажем больше Ахту к Ахту. Так, где-то, может быть, он находится далеко в горах, так же, как я. И, надеемся, сейчас наши совместные горы, горы Арараты и горы Баварии соединятся где-нибудь на планете Земля на интернете. А пока с нами на Инстаграме. Итак, ребята, ждем нашего гостя. Ждем нашего гостя. Внимание, внимание, Ахту к Ахту. Я так понимаю, что он у нас уже видит. Мы приглашаем его так же к нам в гости на прямой эфир и ждем подтверждения. Немножко терпения. Горы есть горы, ребята. Лучше гор мог быть только горы. Сами понимаете, неважно, где они находятся, в каких уголках наши необъятные планеты, об этом мы тоже сегодня поговорим. Итак, ждем нашего сегодняшнего гостя. 156-я звезда. Адроник Аветисян. Где он находится, как находится, чем занимается, посмотрим. На всякий случай, ребята, напомню о том, что очень есть интересный портал Hashtag.ru Hashtag.ru Очень специфическая, поэтому, кто находится в больших городах столицы, то есть Москвы и Санкт-Петербурга, обращайтесь, пожалуйста. Команда очень интересная, специфическая, поможет вам в отношении локаций Москва и Санкт-Петербурга. Итак, ребята, ждем подтверждения. Горы есть горы. Надо немножко пока все горы обойти, объехать, подняться еще раз со всеми делами. И будем надеяться, на планете Земля мы все это удовольствие сейчас предоставим вам. Итак, ждем нашего гостя. Пока почему-то не получается. Звезды и звезды, на всякий случай, ищите наш Facebook, ищите нас в контактах, ищите в Одноклассниках, ищите во всех социальных сетях, где только можно. Где-нибудь нас всегда найдете. Джордж Дэлз. Интервью со звездами 21 века. Ищите, всегда найдете нас в YouTube. Там все наши прямые эфиры выставлены. На всякий случай напоминаем, что в эту субботу уже, в эту субботу у нас начинаются народные куляния, рождественские праздники, которые в Германии по традициям длятся 4 недели. 4 недели, то есть до 23 числа официально у нас праздники рождественские. То есть мы гуляем 4 недели. То есть у нас уже, в принципе, скажем, деятельность или работа, или там, как ее назвать, все закончилось. То есть сейчас уже все, только народные гуляния, поездки в гости к друг другу по Германии, встречи с друзьями, знакомыми, празднования, бизнес-встречи, корпоративные встречи, ну и так далее, и так далее. Поэтому ждем вас также к нам в гости, не стесняйтесь, приезжайте. У нас очень интересно по следам баварских королей с королевами. Итак, внимание, внимание, я скажу, ахтунг, ахтунг. Здравствуйте. Добрый вечер, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуй, Адроника Летисиан. Слышно, видно, все хорошо? Все нормально, все нормально. С самого начала маленькие проблемы были. Горы из горы, горы из горы. Вы в горах, я в горах, поэтому я бы сразу предупредил, что горы это есть горы, потерпим немножко. И все получилось, самое главное. Вы у нас сегодня, Адроник, 156-я звезда за 2,5 года. Нам очень приятно. И такой гость у вас впервые. У нас были художники, художники были. А вот именно ваше направление или что-то в этом направлении у вас не было. Но что, прежде чем мы начнем, пожалуйста, ваше приветствие ко всем, кто на планете Земля нас смотрит, или потом в эфире нас также посмотрит. Пожалуйста. Я приветствую. Приветствую всех наших зрителей. Надеюсь, у нас интересная беседа будет. Мы все для этого сделаем. Все для этого сделаем. Вам огромнейший привет от Карина Абонисиана. Спасибо. Который сделал, может быть, оплошность такую хорошую, приятную для меня. Я случайно включил компьютер. И в Фейсбуке он как раз был у вас в гостях и стал высказываться что-то такое про картины. Я так-то не видел ничего, я только слышал немножко. А потом, говорит, картины он делает из... Это наша тема, о которой мы поговорим. Я вначале не поверил, что такое вообще бывает. Стал немножко решешировать в интернете, в Фейсбуке. Нашел ваш телефон и сразу позвонил. Мне очень приятно. Большое спасибо Карену, что он нас соединил. Все-таки, видите, мир маленький в интернете. Вроде Земля большая, а мир маленький. Поэтому 156-я у нас звезда в гостях. Мы вас приветствуем. И наш первый вопрос к вам. Как вас называют? Господин Адри Тисян, Адроник или Адо? Как вам? Адо. Адо. Все, договорились. Сегодня очень интересный праздник. Мы всегда начинаем с праздников. Праздник сегодня – день вашего уникального таланта. Скажите, пожалуйста, начну с детства. Какие у вас таланты были уникальны с самого детства? Помимо того, что вы сегодня занимаетесь? Знаете, вообще хочу сказать, что я в детстве далеко был от искусства. Меня, если честно, искусство вообще не интересовало. Я, хотя вырос, мой отец был художником, я вырос среди творческих людей. В нашем доме часто бывали знаменитые художники Армении. Но, если честно, меня вообще не интересовало искусство. Меня больше привлекал. Меня больше тянул бизнес. Я хотел заниматься, с детства я хотел заниматься бизнесом. У меня любовь был к бизнесу. Интересно. Но это самое. Так получилось, что прошли года, года, и это самое. Совсем случайно, можно сказать, я попал в мир искусства. Вообще-то, Джош, у меня это самое. Образование физико-математическое. Да вы что, серьезно? Да, физико-математическое у меня образование. Я это самое. Бизнес начал с очень рано возраста. Где-то с 20 лет начал заниматься бизнесом. Да. А я перешел в сторону искусства. Знаете, как получилось? В 2000 году умер мой отец. И приблизительно через полтора-два месяца сильное желание появилось рисовать. Я все мои деловые встречи, дружеские встречи, всегда я видел, мою голову пришло в виде какой-то формы и цвета. И это меня очень как-то беспокоило. Я начал наброски сделать на бумажках. И так постепенно начал... Карандашом или красками как вы делаете? Карандашом. Карандашом. Просто простым карандашом, да? Все, что попало под рукой, начал так наброски сделать на бумажках. Все, что попало под рукой. И потом начал масляними красками рисовать, красками рисовать. И прошли года. Случайно видел паутину возле окна. И мисс пришла, может, из паутины сделать произведение искусства. В интернете искал, не нашел. Если бы точно не начал заниматься. Потому что характеру у меня, знаете, как... Не хочу повториться. Повторяться это не мое. А, так, понятно. Да. И это самое. То есть, должна быть изюминка какая-то, но ваша, да? Как? Должна быть изюминка, но только ваша, да, получается? Да. Я от шаблона, сколько возможно, я постараюсь убегать. Не повторяться. И это самое. В интернете искал, не нашел. Решил заниматься. Изучал жизнь пауков, структуру паутины. И из природы собрал пауков, принес. Тогда у меня одна маленькая комната была. Выпускал пауков и начал свои эксперименты. А где вы их ловили, пауков? Просто на улице, что ли? В лесу, в горах, где? Да, из природы. Откуда попало? Собирал пауков. Маленькие такие, что в природе есть у нас. У меня тогда одна маленькая комната была. Выпускал в этом комнате и начал свои эксперименты. То есть вы выпускали их на свободу в комнате, чтобы они бегали? Да. Не в банке держали, а вот именно в комнате. И они в свободе в комнате занимались чем-то, чем они хотели, да? Да, да, да. Мухами копил, из-за магазина купил вот такие же червец для рыбалки. Да. Вот из этих червов я получил мух. В банке вот этих червов держишь где-то неделю под кратусом, где-то приблизительно 25 градусов. Так, неделю держишь, и через неделю выходят вот такие мухи. Я этих червов отпускал в этом комнате. Они сами попали на сеть, на паутину, и так кормил этих пауков. Одним словом, начал свои эксперименты, и так где-то через два года только появилась первая работа. И так пошло дальше. А первая работа, как она у вас называлась? Что это такое было? Какое изображение? Первая работа называлась «Космическая энергия». Она осталась у вас на память, или все-таки она куда-то ушла? Сейчас эта работа находится во Франции. Я, да, в 2017 году, значит, как это получилось, что сейчас эта работа находится во Франции. В 2017 году во французском городе Кане состоялась выставка-конкурс под названием «Художники мира в Кане». Меня только пригласили, мои работы видели, организатор видел в Фейсбуке мои работы, и меня приглашение отправило. Я это самое, я сам не ездил туда, конечно, свои работы отправил. И там в этом конкурсе, в выставке-конкурсе, я уже выставлялся. Выставочные стенды были, да, у вас? Показ. Да, да. И в этом конкурсе меня присвоили приз «Новый талант» и «Самая креативная идея». Вот такой приз меня дали за эту работу. И вот после этого так и осталась во Франции эта работа. То есть они не хотели вам ее отдать? Или она там в музее висит? Где она? Нет, просто у моего сына. Мой сын во Франции живет, у него сейчас осталась дома. Пока дома. Понятно, интересно. Очень интересным началом. Немножко маленькая творческая такая сегодняшняя история. Я не знаю, знаете ли вы, не знаете. У нас, в принципе, не самая большая армянская диаспора в мире. Но все-таки в Германии живет около 60 тысяч армян. Это все-таки тоже для нашей маленькой страны там много. И во Франции, я думаю, наверное, побольше все-таки. Я не знаю, побольше. Окей, начало маленькое есть. Немножко отвлекемся, но все-таки затронем вашу деятельность. Сегодня день завоевания друзей. Вот с вашей деятельностью, которая ваши пауки вам помогают творить творчество, вы все-таки людей, друзей находите или все-таки они как-то немножко осторожно? Пауки, что-то там, паутина, может быть, там что-то там непонятное такое. Земля, космос, пауки, там что-то такое. Что в этом плане? Притягиваются люди к этим работам и к вам также? Или все-таки они просто проходят мимо и думают, странно очень что-то, что-то не то? Дёж, знаете, как все, с самого начала, как все это происходило? Как только я начал заниматься этим... Почетом. Да, сделать картины из паутины, с самого начала мои друзья смеялись надо мной, сказали, что человек, чем ты занимаешься, не понятно, оставь все это. Несерьезно, да? Да, но прошли годы, они уже постепенно стали более серьезно смотреть и сейчас уже очень серьезно относятся к моим телам. Вот интересное в жизни. Неважно, чем хочешь чем-то заняться, но все близкие друзья начинают или родственники начинают как-то не понимать, скажут, занимался бизнесом вроде, сейчас начали какие-то картины с пауками крутиться, вертеться. И в голове, естественно, у них немножко по-другому-то идёт. Скажут, наверное, что-то с Адово у нас не то получается, да, наверное? Если честно, они так и всегда подумали, что-то с Адово случилось. И после этого вели такие случаи, что ко мне приходили психологи разные, случайно, чтобы мои работы смотреть. Я всех, между прочим, до сих пор, я всех, кто, если, скажем, какой-нибудь психолог, до сих пор ко мне приходит, узнаю во время разговора, что я психолог, все спрашиваю со мной, как вы чувствуете, со мной всё нормально или нет? Ну, слава Богу, они все говорят, что у вас всё нормально. Интересно, очень интересно. Окей, хорошо. Скажите, пожалуйста, вот паук, говорят, он не делает паутину, не строит паутину, он ткёт, то есть пауки ткут паутину. Это так, в принципе, получается, ткут ковры, а здесь ткут паутину. Или всё-таки они строят, или делают паутину, или домик, там сказать. Ткут, наверное, я на русском затрудняюсь, но ткут, по-моему. Ну, как ковры ткут, да? Да, да, да. Знаете, вот сейчас я забыл сказать, значит, сейчас я пауков не тяжу. Это очень трудоёмкий, долгоиграющий процесс. Так получается, работу-то очень трудно. За год одну работу всего возможно получать. Сейчас просто из природы собираю паутины из разных мест, где есть. А, даже так. Да, да, принесу мою мастерскую, и там начинаю работать. И что я хотел ещё рассказать. Здесь, значит, здесь у меня в работах не только формы и цвета из паутины. А давно меня всю жизнь, даже тогда, когда я занимался бизнесом, меня всегда интересовало вопросы, связанные с космосом. Всё, что связано с космосом. Что такое нейронная сеть, жизнь, смерть, роль человека на Земле, в космосе. Про эти темы я много наушные фильмы смотрел, читал, сделал свои выводы в виде афоризмов. И вот эти афоризмы, моё мировоззрение, короче, всё это основа моих работ. Ну, я почитал немножко ваши афоризмы, которые вы прислали, очень такие специфические. Мы эту тему обязательно тоже затронем. Вернёмся немножко к паукам. Скажите, пожалуйста, вот они ткут паутину, паутину. Они ткут её, у них два варианта, то есть есть домик, есть ловушка, или это всё вместе? Где они живут? Это всё вместе. Вот смотрите, что интересно. Смотрите, для человека, для выживания оружие, для выживания это мозг, если так можно сказать. А для паука оружие это паутина. Без паутины... Он не живёт, да? Да, он не может. И что в этом интересно, что паутина и работа мозга, нейронная сеть человека, очень похожи друг на друга. Очень похожи. Ну, согласен. Если смотреть паутину, допустим, её разглядывать, она, в принципе, на мозг немножко, на эти все клетки очень сильное соединение похожа. Да, работы похожи. Согласен. Скажите, пожалуйста, у вас на телефоне, на ватсапе фотография вороны или ворона, не знаю. Позади лес тёмный и всё в паутинах, если я правильно понял. Это паутина или просто, может быть, темнота это леса, я не знаю. Почему именно ворон или вороны, почему лес такой тёмный, и мне кажется, всё-таки это была паутина позади, всё вот в паутине так вот. Что это означает? Знаете, это, в принципе, ничего не означает, просто у меня в этот день плохое настроение было. Я просто взял эту фотографию и ставил на ватсап. А что значит плохое настроение у художника, творческого человека? Скажите, пожалуйста, вы сами его портите, что-то не получается, или общая обстановка какая-то, ну, бывает, мало ли там, что бывает, какой-то нюанс, который не совсем подходит и настроение портится. Как это происходит? Вообще говорят, что художники очень чувствительные люди. Естественно. Я так много дыхал, и это самое. Но в основном я, как сказать, у меня тоже, я тоже очень чувствительный человек, на все вопросы очень чувствительно реагирую. Горячо, да? Да, и так получилось, что в этот момент настроение плохо было. Взял и это ставил туда. Не очень это фанатно, а очень подходящий был моему настроению эта фотография. Понятно, понятно. Но вы себя представляете именно вороном, кто сидит, или вы всё-таки спрятаны за паутины где-то там, который готовится к прыжку, скажем, какому-то? Что вы скажете? Я с самого начала не слышал. Повторите, пожалуйста. Впереди у вас ворон сидит, ворон. Позади лес и паутина. Вы где? Как ворон вы себя чувствуете, который хитр ждёт, ждёт, куда клюнуть, куда полететь? Понятно. Окей. Благодарен вам за ответ. Прекрасно. Скажите, пожалуйста, вы можете отличить, когда вы собирали пауков, Адо, самку от самца, и как они ткут своё гнездо, свою паутину? Вы могли отличить по рисунку, понимать, ага, вот это вот самец, а вот это самка. У них своё направление. Сколько я заметил, самец по размерам очень маленький, чем самка. А размер паутины очень зависит от размера паука. Если маленький, маленькую паутину, это самое, ткут, 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 да. А если большой, большую. Это значит самка. Разница есть в этом. Понятно. Но вы собираете в основном большие, наверное, паутины где-то там. Любую, 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 любую. Вообще, паутина в каких делах пригодится, маленькая, где маленькие детали там используются. Для какого-то там краски какой-то. Это правда, что паутина такая же крепкая или сильная, не знаю, там, так, как сталь, говорят? Можно её сравнить? Да, вообще-то говорят, что это самое, учёные, это самое, учёные в своих испытаниях, можно сказать слово, да? Да, да, испытания. Значит, я сейчас точно не помню. По-моему, один миллиметровый проулок из металла меньше теже, чем столько толщиной паутина. Веса, тяжести я имею в виду. Так что очень это самое. Вообще, паук очень интересное, можно сказать, животное. Я не знаю, насекомое. Насекомое. Может быть, животное, я тоже не знаю. Да. Мы не русские, видите, я немец, а вы армянин, а говорим по-русски. Мы даже не знаем, как это называть, насекомое. Может быть, насекомое, может быть, животное. Но я думаю, нас все поймут. Это что-то ушло наверх. Пониже. Да, сейчас нормально. Теша, это самое, зарядка, села что-то зарядкой, но я не знаю, что случилось. Ну, рядышком у вас есть что-то там включить? Да, 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 сейчас все нормально. Да, нормально, да? Спасибо. Спасибо. Подготовьтесь, чтобы нормально. Такой вопрос, Адос. Скажите, пожалуйста, вот вы, когда занимались именно еще пауками, разводили, как вы думаете, чувство у паука есть? Радость, боль, настроение. Вы чувствовали вот эти вот шаги, может быть, там, прыжки какие-то? Именно, когда он радуется или она радуется, я не знаю, паучиха, как правильно назвать. Да, я чувствовал. Представляете, я чувствовал, есть такие моменты. Мне кажется, у животных, любого, в животном мире у всех есть чувство грусти, радости. Так что у них тоже это самое есть. Интересно. Вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у растений, у растений чувства есть или нет? Они живые? Мне кажется, есть, есть. Я так это самое сильно не интересовался. Ваше мнение просто, ваше мнение просто. Но, мне кажется, есть, да, мне кажется, есть. Ваша формула для счастья, скажите, пожалуйста. Формула для счастья? Формула для счастья. Чтобы в семье было здоровье, у друзей, у всех. Ну, короче, если в мире все было спокойно, мирно, ну, можно сказать, что это самое глобальное, я смотрю на все это. Или все в мире друг от друга зависит. Так что, самое главное, чтобы в мире все было, мир был одним словом. Это самое основное. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что вот вы много читали книг про Землю, про космос, про энергию и так далее, и так далее. Вам дало это понять, кто вы на самом деле, Адон? Кто я? Понятно, что вы человек, вы художник и так далее, и так далее. У меня, Джордж, у меня работа есть, называется «I am dust», я пыль. Работа называется «Автопортрет». Вот сейчас сзади меня находится эта работа. Я, значит, где наш дом находится, на этой части улицы асфальта нет. И так пылью много, когда сухо. Я вот стекло положил на улице, пыль сел на стекло. Я на это написал пальцем «I am dust», герметично потом закрыл. Работа называется «Автопортрет». Смысл в том, что в космосе все, что существует в живом материальном виде, в итоге станет пылью. Так что я пилинков, если так можно на русском сказать, я не знаю. Но эта работа от вас далеко, можно показать, или она далеко очень? Я сейчас постараюсь, одну секундочку. Да-да, пожалуйста, посмотреть, что это такое. Сейчас, одну секундочку. Да-да, давайте. Потому что это все-таки такой специфический вариант. Очень интересный, необычный. Я думаю, люди, не каждый видел картины из паутины. Тем более еще в вашем личном изображении. Кто такой на самом деле? Ну, видно немножко, но надо... Да-да-да, вот сейчас да, сейчас получше, да. Спасибо. Благодарен, спасибо большое. Вот, Джордж, вот я как... Это самое, еще хочу показать одну работу. Я сам сюда... Давайте. Эту работу, чтобы показать, подумал, надо было что-то показать. Поэтому, вот работа называется... Беременная женщина, работа называется... Микрокосмос в макрокосмосе. Интересно. Да, вот такая работа. Это уже из паутины сделано. А сколько штук паутины надо на такую работу? Скажите, пожалуйста. Джордж, я так не могу сказать... Невозможно, да? Да, так не могу сказать, но могу сказать, что... Могу сказать, что это самое... За год я сделаю от трех, от трех до пяти работ всего. Больше у меня не получится. Ну, это очень трудоемко, да. Это очень... Да. Вы их подкрашиваете как-то? Есть такое, что вы... Знаете, как процесс происходит? Я, конечно, технику не буду рассказать полностью. Секрет фирмы, да? Да, я в секрете держу пока. Знаете, как происходит? Смотрите, во-первых, надо паутину достать. И вообще, творение, как у меня происходит. Я когда вот по моим интересующим темам что-то читаю или смотрю, этот момент, когда что-то новое узнаю, и в моем голове я вижу это или в виде формы какого-то, или в виде мысли ко мне приходит все это. Я набросок сделаю на бумажке. Бросаю в сторону, положу в сторону. Где-то так 15-20 дней останется за это время, как вспоминаю, беру, смотрю. Если за все это время оно мне понравится, значит, перехожу второй этап. Начинаю творить в жизнь это произведение. Интересно. Смотрите, во-первых, надо паутину достать, найти. Надо брать, принести в мастерскую. Вот смотрите, когда на всех этих этапах оно готово испортиться. Не так, что все. Да, это же очень такой мультимилли вариант, да, конечно. Да. Вот смотрите, когда художники, которые масляними красками рисуют, там сто раз, тысячи раз можно чистить и заново начинать, если что-то не получается. А здесь у меня такого невозможно. Если какую-то ошибку сделаешь, паутина испортится, придется новую паутину там использовать. А это уже проблема. Надо паутину еще достать, принести. А насколько вы сильно переживаете, если вот работа почти готова, и потом раз, какая-то вот ошибка, и все. Насколько сильно переживаете? Или думаете, так и должно быть, значит, не надо это будет? Нет, я переживаю. Переживаю. У меня раба, вот я когда мои работы отправил, 14 работ отправил во Францию на эту выставку, и на дороге три штуки сломались. Да, это тяжело на меня все это село. Но не сломались именно рамки сломались, или от перевозки, как это? От перевозки там удар получили на дороге где-то, и вот стекло сломалось, а паутина на стекле находится. Разбилось, да? Да, а паутина на стекле находится. Интересно, конечно. Есть такое выражение о том, что вы художник по любви. Художники, в принципе, такие очень чувствители в этом плане. Скажите, пожалуйста, вот именно в отношении любви, вот именно само слово «любовь», насколько сильно у вас влияет ко всему, к родным, близким, ко всем нюансам, чем вы занимаетесь? Насколько это сильно в вашей жизни, вот слово «любовь» срабатывает? Любовь – это, как вы сказали, любовь – это очень, ну, как сказать, это очень сильный химический процесс в организме человека. Я не знаю, как все… Знаете, вот мой словарный запас русского языка меня сейчас не дает так… Скажите по-армянски, мы будем переводить, учиться будем. Сейчас меня не дают в своей жизни полностью выразить, поэтому я сейчас как-то затрудняюсь, если честно. Хорошо, хорошо, пойдем дальше. Скажите, пожалуйста, особенности вашей семьи, вашего воспитания родителями, когда вы были маленькие. Ну, помимо того, что уважать надо родителей, родных, близких, помогать, это все понятно. Была какая-то вот изюминка в вашем воспитании родителей? Скажите, пожалуйста. Мои родители, когда я был маленьким, они очень строгие были ко мне, к моей сестре. Да, очень строгие были. Я просто, я сейчас, знаете, что хочу сказать. Мой отец всегда меня говорил, Хоть что будешь в жизни, каким человеком будешь стать. Кем станешь? Во-первых, то быть серьезным человеком, быть серьезным мужиком. И во-вторых, хоть кем будешь работать, хоть какая профессия у тебя будет, будь в этом первым. Папа вас настраивал, да? Да, если, скажем, ты стал дворником, будь первым. Главный дворник, да? Да, главный дворник. Имел в виду, что сделай свое дело хорошо. Интересно. Это он, он так имел в виду. Вот это я, это самое. Да, конечно, мой отец очень влиял на мою дальнейшую жизнь. Очень... А вот скажите, он вас заставлял приходить в мастерскую? Или он просто говорил спокойным голосом, как папа, так, так, Адо, ну-ка, вперед? Или все-таки как-то был такой приказной вариант иногда? Он работал в школе, учителем преподавал живопись в школе. И это самое, он меня всегда как-то заставлял, чтобы я, это самое, я учился рисовать. А, заставлял все-таки, да? Да, заставлял. Он хотел, чтобы я рисовал, но меня не интересовало искусство. Я очень далеко был от искусства. Это самое. И знаете, как я в школе учился, в седьмом классе учился. Я помню, он летом в своем мастерском, мастерская в школе находилась. Каждое лето, когда каникулы были в школах, он всегда в своем мастерском работал. Туда ходил каждый день. И меня, можно сказать, меня тоже заставил туда ходить. Я хорошо помню, что у меня в детстве, вот в нашем, в этом самом дворе, была одна девушка, я был влюблен на ней. В нее? Да, на нее. И это самое, когда, хорошо помню, что когда он меня заставил каждое лето ходить туда в школу, чтобы вместе, скажем, что-то сделать, заработать. И это на меня очень плохо, не знаю. Влияло, да? Влияло, да. Вам задали когда-то такой вопрос, есть ли жизнь на Марсе. И вы считаете одно, что есть. Жизнь какая-то, какая-то специфическая, неизвестная нам людям на Марсе, или какая-то там, не знаю, животные, насекомые, невозможно это сказать, подземная, надземная, именно на Марсе. Вы сказали, что есть. И не только там. Космос – это стихия. Немножко пару слов в вашем, в этом направлении. Вы действительно верите, что там какая-то жизнь? Я уверен, даже так можно сказать, хотя это не это самое, не серьезно, мне кажется, так ответить. Но это ваше мнение. Это ваше мнение, почему бы нет? Но я уверен, что мы в космосе не одни. Есть еще это самое планеты, где есть жизнь. Кто-то, да? Да, я в этом уверен. Знаете почему? Потому что, если вот смотрите, в жизни как в космосе все, что находится, говорят, то, что есть в микровиде, то же самое повторяется в макровиде, нет? Ну да, да. Вот отношение человек – человек, семья – семья, государство – государство. Нет от маленького, от микро до макро. До макро. Сейчас я как-то затрудняюсь на русском все это. Говорите по-армянски, мы армянский будем учить. И сказать. Да. Вот сходя с этого, если по такой логике на это смотреть, мы не одни. Это сто процентов мы не одни. Ну, сто процентов сказать это как-то не то, но уверен, что мы не одни. Ну, 99, 99 точно, да? 99 точно. Хорошо. Вы случайно встретили инопланетянина. Где-то там гуляли по горам, в лесу, в городе вашем. И он сказал, Адо, ну, хватит ердой заниматься. У нас там много чего интересного можешь намутить, накрутить, навертеть и сделать. Полетишь с ним? Нет. Нет. Почему? Хоть что там будет все равно, меня не интересно. Это сто процентов. Нет, я не полечу. Интересно. Скажите, пожалуйста, вот есть такое, скажем, 12 доказанных таких версий, как произошел человек. Ладно, мы учили в школе там от обезьяны, там, какие-то еще там инопланетяне нас закинули, там, ну, неважно кто. 12 версий есть в интернете. Ваша версия, скажите, пожалуйста, как вы думаете, от кого или от чего или как произошел человек? Мне кажется, мне от обезьян обезьян они брать пошли. Окей, принимается. У вас есть какое-то вот ваше направление, когда вы где-то в дороге и вот у вас карандаш в руке, что вы любите в основном направление, что вы зарисовывать любите? Или у вас идет все с фантазией? Так вот, что вы видите с фантазией немножко, чтобы не забыть и там немножко накидать? Как это происходит? Если я вопрос правильно понял, знаете, вот у меня, знаете, все это как происходит? Если что-то на меня, действует на меня, во мне эмоция, это самое, эмоцию, эмоцию, эмоцию. Надо вынести наружу, да? Если что-то... Ну, это как у композитора, что-то внутри срабатывает, надо на аккорды накидать, на гитаре, там, на фортепиано, неважно там. То же самое у вас надо накидать наброски такие, да? А у вас есть любимый художник, вот именно ваш любимый художник, какой-то либо? У меня, знаете, у меня любые художники есть, художники, не художники, а художники, но они не так знакомые. Ну, неважно, неважно, есть именно ваше направление. Английские художники есть, французские, армянские художники есть, русские есть, но они незнаменитые. Это неважно, это неважно, главное, что они нравятся, чем-то, какой-то стиль у них, это уже детальный вариант. Хорошо, я возьму одного интересного, знаменитого, скажем, художника, для меня он в кавычках, квадрат Малевича. Это произведение искусства или нет? И да, и нет, могу сказать. Ну, скажем, с чего начнем, с да или с нет, ваше мнение? С нет. Давайте, почему все-таки нет? Знаете, если, мне кажется, черный квадрат Малевича, это очень трудный вопрос. У меня в моих работах есть работа, трехугольник там. А, трехугольник, не квадрат, трехугольник. Работа называется черный квадрат Малевича. Да, я сейчас затрудняюсь ответить на этот вопрос, но, знаете, у меня внутри себя есть спор с этим, с этой работой. Спор есть у меня внутри. Интересно. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот одной фразой вы можете описать вашу натуру? Мою натуру? Я на армянском могу, на русском затрудняюсь. Ну, говорите на армянском, вы армянский был мужчина. не могу найти, слово не могу найти сейчас. Я очень неспокойный человек, очень внутри всегда тревожно у меня. Тревожно? Да, у меня всегда тревожно. Хотя вы внешне очень спокойный, я бы не сказал, прослушивая ваше приветствие, все ребята, которые писали отзывы, они говорят, такой художник вот так спокойно чувствуется большой человек, а вы говорите, что вы внутри тревожный. Нет. Как это соединяется, вот этот взрыв внутренний и спокойствие наружу? Знаете, что интересно, все мне, когда мои работы видят, все говорят, что у вас железные нервы, но на самом деле я очень эмоционально, да, я очень эмоциональный человек, очень внутри у меня всегда напряженно, тревожно, всегда я так жил. Но вы взрываетесь или нет? Такое бывает, что взрывается? Да, конечно, бывает. Это самое, но когда я вот начинаю работать с паутиной, я полностью меняюсь, полностью, 360 градусов, я даже не могу сказать, почему и как это происходит, и как все это происходит, не могу понять, я сам не могу понять. А работаете вот как, как приходит муза, то есть утром, днем, вечером, ночью, ночами, можете не спать, как это в этом, ваш процесс происходит? Вообще, когда по моим интересующим темам, я читаю что-то или смотрю что-то новое и узнаю, вот в этот момент мою голову как молния происходит, как молния, я в виде формы вижу все это, или в виде мысли, вот в основном так происходит. есть, огромнейшем, очень бриллиантово. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, на сегодняшний день вы считаете, что ваша работа это творчество, но все-таки это тоже бизнес или нет? у меня в афоризмах есть такой афоризм, давайте я афоризмом буду ответить на этот вопрос. Давайте, пожалуйста, с удовольствием давайте. то, что создал Бог, это искусство, а созданное рукой, а то, что создал человек, это бизнес. Понятно, согласен, хорошо, договорились, великолепно. У вас есть какие-то еще либо увлечения, кроме вашей деятельности, где вы отвлекаетесь, я не беру именно чтение вашего направления, опять же, по работе, то есть, по творчеству вашего, не важно, что это может быть, прогулки какие-то, спорт какой-то, поездки и так далее, и так далее. Чем вы занимаетесь, чтобы отвлечься немножко, чтобы набрать энергии? Знаете, я вообще-то в молодости спортом тоже занимался, был кандидат мастера спорта по острове без лука. Потому что? Я спорт очень люблю, я спорт смотреть со стороны не люблю, я сам участвовать. сам участвовать. Участвовать, да? Да, сам участвовать люблю, смотреть так не люблю. Ну, хорошо, сейчас идет чемпионат мира, мы его смотрим, мы уже играть не будем. Кто будет чемпионом мира в этом году? Скажите, пожалуйста, ваше мнение. Черт, если я скажу, наверное, не знаю, я футболом вообще не интересуюсь. Все, поехали дальше, хорошо. по поводу бизнеса, опять же, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ваша работа, ваша деятельность, вы никогда не представляли себе вот именно делать открытки, чтобы их покупали? Не картины ваши, открытки. Картины, они в одном экземпляре у вас. А все-таки открытки какие-то, такие вот делать, или там небольшие какие-то там плакатики, в этом плане, в этом плане, что вы можете сказать? Я подумал об этом, но время показалось, что мои работы надо в оригинале смотреть, в живую смотреть. Мои работы на мониторах, на каталогах, что печатать на бумажках, такое впечатление не оставят, как это самое, на живую. Поэтому я постараюсь свои работы не показать нигде, потому что совсем другое впечатление оставить у людей. А, понятно. То есть должен быть оригинал, да, то есть люди... Да, да. А у вас как считается музей или мастерская, куда к вам приходят? Что это такое? У меня, я, ну, можно сказать, галерея. А, галерея. Галерея, да. Где я живу, вот мой дом находится, квартира у нас, на третьем этаже живу, а на первом этаже галерея находится. А, понятно. Интересно. Вы мечтали в детстве быть на кого-то похожи, и хотели бы сегодня на кого-то быть похожи. Есть такие идеалы? Нет, Джордж, я и в детстве, и сейчас не хочу никого похож. Я хочу быть самим собой. Самим собой. Согласен. Согласен. Интересно. Я извиняюсь. Да-да. В 2000 году умер мой отец. В этом году в связи с политическими заменами в нашем республике мой бизнес остановился. И у меня было очень свободное, много свободной времени. я начал исследовать много профессий, начиная с медицины, и не знаю, заканчивая, не знаю, с чем, свободное время начал исследовать. Если так, это слово можно употреблять. Много читал про разных профессий. И знаете, что я хочу сказать? И меня это очень помог. Это меня очень помог в деле получать образы, произведения искусства из паутины. Если в это время я не... Если в это свободное время я так не использовал, мне кажется, я вот работы из паутины я бы не получил. Потому что у меня много информации было из разных профессий. Я с каждого места, скажем, что-то брал. У меня было очень много информации. Вот эти информации меня помогли получить произведение искусства из паутины. Интересно, очень интересно. Адой, еще вопрос по поводу бизнеса. Скажите, пожалуйста, если бы вам предложили сумму X, чтобы вы раскрыли свои секреты, ну, фирме какой-то, не всему народу, а какой-то фирме, сумма X, вы бы согласились или нет? Если эта сумма очень-очень большая будет, я бы соглашусь. То есть много нулей должно быть, да? Очень много, очень много. А ученики у вас есть или все-таки в этом плане вы очень так это спокойно, то есть пока не надо? Нет, пока не надо. Пока не надо. Пока не хочу. Пока в секрете держу, посмотрим у меня, как все получится. Потом видно будет. Дальше видно будет. Интересно, конечно. Вот скажите, пожалуйста, доктор лечит людей, да? Доктор. Картины лечит. Многие ходят в галереи, чтобы успокоиться. Там фильмы люди смотрят, какие-то успокоятся. Книги читают, успокоятся. Я посмотрел у вас очень, в принципе, такой процесс прохождения различных националистов, где люди стоят долго и очень смотрят. Как вы думаете, это их успокаивает, настраивает на что-то, чтобы подумать, как вы говорите, про космос, про мозги свои, которые связаны с космосом? Их мнение, там было очень много высказывают на различных языках, специфически, то есть, неважно, по-русски, по-английски, по-армянски, там на всех языках мира говорят. Очень интересно послушать. Как вы думаете, что они переживают? На Мадонну смотрят, понятно, Мадонна, там уже миллион вариантов и так далее, и так далее. Вот ваши картины. Что к вам люди подходят, как часто высказывают свое мнение? Что они думают о какой-то либо картине? Знаете, вот когда в основном ко мне заходят и выходят, как выходят из галереи, и я их возле дверя провожаю, они все говорят с космоса на живую, на это самое, на реальную жизнь вышли. У них такое впечатление, они когда внутри находятся, говорят, мы сейчас как в космосе, а когда выходят, говорят, мы вышли из космоса на реальную жизнь. Это тоже такое... Оставят мои работы. У вас есть такое выражение, что сейчас я точно не помню в ваших афоризмах, что люди обманывают что-то такое там, что-то такое... Что-то как-то... Я уже не помню, как это выглядит. Честно говоря, я вот... Я тоже мои афоризмы полностью наизусть не помню, вот поэтому я сейчас... Возьмите шпагалку, да. Рядом со мной, да, я сейчас хочу посмотреть. Про Бога, наверное, да? Бог не вмешивается. Да-да, что такое, что Бог не вмешивается в дела людей, что люди говорят неправду или делают... Что-то такое там, как-то в этом направлении. Какое-то есть такое специфическое у вас выражение. Да, я сейчас... Я сейчас скажу, чтобы дословно все было, ок, не вмешивается. Сейчас, одну секундочку. Да-да. Я тоже там много. Я тоже не помню. С моей памяти очень плохо. Ребята, всем огромное спасибо, кто нас смотрит. Всем привет. Они всем успели передать. Нам очень приятно. Огромное спасибо, кто не успел посмотреть или кто по времени не успевает посмотреть до конца. В эфире, в архиве посмотрите, пожалуйста, обязательно. Ссылки мы скинем и АДО в наше сегодняшнее интервью и на наши ссылки в Инстаграме. Ищите, ищите где угодно. В Ютубе и так далее, и так далее. По всем нашим каналам. Обязательно нас найдете. Но если нету, то не надо. Ничего страшного. Нет, я сейчас. Вот я нашел. Бог не вмешивается в человеческие взаимоотношения, так как человек нечестен. Вот теперь вопрос. Это действительно так или нет? Это действительно так. Я считаю, что это действительно так. Интересно, конечно. Скажите, пожалуйста, то, что вы занимаетесь своей деятельностью, когда вы делаете картину из паутины, это тренирует вас, ваш мозг? Наполняет мозг новыми идеями? Вот хочется... Потому что искусство, в принципе, бесконечное. Его невозможно сделать так перфектно, чтобы где-то был конец. Оно идет бесконечно. Как в этом плане? Скажите, пожалуйста. Да, конечно, тренирую это. Там я чувствую, что... Процесс идет, да? Да, после каждой работы, после каждой работы у меня что-то новое открывается. В голове что-то новое открывается. Я это чувствую. Что-то происходит. А вы делаете свои картины, Адо, скажите, пожалуйста, в тишине полнейшей или все-таки какая-то там немножко музыка идет? Не обязательно музыка, может быть, вы включаете шелест какой-то природы, там леса, море и так далее, реки, водопада. Такое тоже часто бывает у художников. Как у вас в этом плане? Скажите, пожалуйста. Нет, я работаю в полной тишине. Любой шум, да, меня мешает. Знаете, на что похожа моя работа? Мой процесс работы, как у сапера. Сапер ошибается один раз. Нет, я не так вот одну маленькую ошибку сделаю, все, паутину я испорчу. Поэтому мне надо серьезно сосредоточиться во время работы. Ничего не должно меня мешать. Что вы себе скажете, как у вас срабатывает интуиция? Адос, скажите, пожалуйста. Честно говоря, я смысл не понял, в каком смысле. Интуиция, допустим, что-то предлагает вам, или что-то вы хотите сделать. Ваше внутреннее чувство говорит, да, я это хочу, или нет, я не пойду, мне это не надо, или я попробую. Как в этом плане? Сколько вы чувствуете? Все это, я как чувствую, я что понял, внутри меня находится твой я. Я со временем все, я со временем проверил, что когда на первый момент что-то я чувствую, всегда это правильно. А когда уже начинаю, да, когда я начинаю как-то уже по логике смотреть, уже испортится, уже ошибку сделаю. И я вот всегда обращал на это внимание, и с первого момента то, что я чувствую, значит, это правильно. Беру это и сделаю. Это вот и есть то шестое чувство, которое помогает. я это и хотел спросить. Спасибо огромнейшее. Спасибо. Но если уже говорить вы немножко, если у вас пару выражений о нашем Всевышнем, у вас есть выражение о том, что он нашу землю сделал, и все-таки наша жизнь, приход в эту жизнь, это сцена, где мы игроки. Это так или нет? Да, я согласен. Это так. То есть вы играете свою роль, да? Каждый человек играет свою роль. А как она одинаково внутренняя ваша роль с внешне? Потому что многие говорят, что все-таки у людей маска на лице, а внутри она совсем другой. Многие работают, чтобы это, как говорится, соединить. Как в этом плане у вас? Скажите, пожалуйста. У меня, знаете, когда я постараюсь пивать, случай, когда, как сказать, ты хочешь играть, хочешь играть, но это ты чувствуешь, что это всегда неправильно. Когда ты честен с сам собой, честен с другими, как есть, так и представляешься, это более красиво смотрится, более правильно, я считаю, чем когда играешь. Ну, певает моменты, что хочется играть, но чувствуешь, что это не твое, не получается. Всегда испортишь, когда что-то хочешь, какой-то роль хочешь играть. Испортится. Согласен, согласен, огромное спасибо. Скажите, пожалуйста, для вас, кем бы вы хотели больше быть, известным или знаменитым? Разница есть для вас? Я больше всего хотел быть очень богатым художником, богатым художником мира. А что это значит, быть богатым художником? Смотрите, я творю мои работы, я что-то, если что, создаю искусство, создаю образ, нет? Можно сказать, что я создаю энергию? Это энергия. Конечно. Это ваши руки, это ваше внутреннее, конечно. Я создал энергию, нет? А моя созданная мною энергия, допустим, нравится человеку X, и он хочет приобрести, нет? Я считаю, что это правильно, когда тот человек, кому нравится моя работа, меня должен дать деньги в виде энергии и получать мою созданную энергию. это да. Скажите, пожалуйста, такой вопрос, отношение к деньгам, у всех разное. Многие говорят, почему богатые люди очень много несчастливые, а вот бедные, хотя не имеют денег, они счастливы. Почему так часто бывает, очень часто в мире? мне кажется, это, не знаю, игра слов можно сказать, или это что-то философское, деньги всегда хорошо, иметь денег так хорошо, я так думаю, я так согласен, конечно, согласен, интересный такой вопрос, скажите, пожалуйста, если взять немножко нашу религию, что когда-то Всевышний сделал нашу землю, сделал реки, поля, моря, океаны, горы красивые, великолепнейшие, животных сделал, радовался, чему он сотворил энергию такую интересную, и потом животные подошли к нему и сказали Всевышний, вот что-то все-таки чего-то или кого-то не хватает, тогда подумать, что-то еще придумать, и тогда по религии как получили, Всевышний сделал первого человека Адама, то есть все хорошо, стали все праздновать, веселиться, радоваться и так далее, и так далее, потом все-таки животные заметили, что мир весь радуется, а Адам сидит в стороне и грустит, у него ничего не радует, вообще ничего, ни горы, ни реки, ни звезды, ни солнца, они опять подошли к Всевышнему, говорят, Всевышний, надо что-то придумать так, чтобы Адам был не один, мы все-таки как-то по парам, нам весело, интересно, придумай, пожалуйста, что-нибудь, и естественно подумав, взяв по опять же пролигии какое-то ребро там шестой или восьмой, не знаю, Всевышний превратил в великую и интересную Еву. Вопрос, если бы это было не ребро, а дом, какую бы часть тела взял бы Всевышний у Адама, чтобы сделать прекрасную женщину? Черт, очень трудный вопрос вы задаете, я как ответить на этот вопрос, не могу понять, честно, какую часть тела взял, чтобы создать Джордж, извиняюсь, не могу ответить на этот вопрос. Хорошо, принимайте, принимайте. А если взять обратную сторону медалю, то есть та же самая вся история, но Всевышний сделал первую женщину, то какую бы часть тела он бы взял бы женщину, чтобы сделать Адама? Нет, не могу ответить. Хорошо, не могу. Поехали дальше. наша земля рай, вы пишете где-то, что это все-таки какая-то узница или это все-таки рай? Я не считаю, что это рай. Не считаете? Нет, не считаю, что это рай. Если бы вы встретили Всевышнего, как вы думаете, что он у вас просит? Что он у меня спросил бы? Да. Наверное, спросил бы, ты доволен своей жизнью или нет? А что бы вы у него спросили? Как ты провел бы свою жизнь, ты доволен или нет? А что я его спросил бы? Я бы спросил, зачем все вы это создали? А где типа зачем, для чего? вот этот вопрос меня всегда интересует, поэтому я бы это спросил бы ему. А если бы он вам такую вещь предложил бы, сказал бы, Адо, давай там на час, на два, на день, на месяц поменяемся местами, вы бы согласились бы? Нет, нет, нет. Тяжело? Не то, что тяжело, просто не согласил бы, знаете почему? Потому что, если честно, это меня неинтересно. Неинтересно для меня. Хорошо, у вас очень все-таки много мыслей по поводу космоса, Земли, энергии, Всевышнего наша. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос интересный, а мы ему там наверху нужны, как вы думаете, потом? Знаете, во-первых, представление Бога у каждого человека по-своему. Своё. Я не знаю, как вы смотрите на это, но, по-моему, у меня, у меня, во мне представление Бога совсем другое, не так, как у всех остальных. Нет, это ваше, это ваше представление, это ваше. Вы правильно сказали, у каждого человека своё. Да. Это абсолютно точно. Да, поэтому сейчас, как я представляю Творца, как я представляю, я не могу вопросы задавать. окей. Такой вопрос, скажите, пожалуйста, цифра, цифра, скажем, в 3700 секунд, это много или мало? 3700 секунд, это мало. Мало. Если разделить, умножить на минуты и на часы, получится час, чуть больше часа мы с вами беседуем. Тебе такой же вопрос, это много или мало? И много, и мало. Это зависит, это зависит, знаете, от чего? Это зависит от того, это зависит это самое, от нашей беседы. Если беседа очень приятная, значит, это мало. Если беседа неприятная, значит, это много. Договорились. В принципе, время кончается и, пожалуйста, ваше до свидания народу на планете Земля. Адам, мне было очень приятно познакомиться с необычнейшим человеком на планете Земля 21 века. Огромная вам благодарность. Пожалуйста, ваше до свидания. И потом я задам еще один вам вопрос, последний. Во-первых, я хочу спасибо сказать вам, что удостоится чести оказаться в вашем эфире дать интервью у вас. У вас очень хорошая, красивая, интересная, добрая энергетика. Я не знаю, как мое интервью получилось, но я только начал согреться, и вы уже заканчиваете интервью. Значит, было интересно, да? Да, но, знаете, вот меня, вообще-то, мой словарь, запас русского языка меня мешает выразить свои мысли так, как я думаю, как я смотрю на все вопросы. А что я желаю человечеству? Я желаю человечеству, чтобы мира было на земле, во-первых, и во-вторых, чтобы доброты много было. Это важно. Если мира и все остальное будет на своих местах, мне кажется. Я тоже хочу спасибо сказать нашим зрителям. Спасибо, что они их драгоценные минуты тратили, чтобы смотреть на мое интервью. Спасибо огромное всем. Вам огромное спасибо еще раз. Вот тогда уж скажите всем то же самое, пожалуйста, вашим скажем, соотечественникам по-армянски то же самое, пару слов, пожалуйста. Я хоть не пойму, но я попробую догадаться. В крайнем случае украинец прошу. Я понял. Жоу, Жоу, Церцаватанин, Сезик Цанганам Хаагу Цюн, Хачоу Цюн, Мер Ергарин, Амена Лавну Парин, Церцаватанин. Очень интересно. Спасибо. И как я обещал, последний вопрос, который я задам, прежде чем мы закончим, АДО, если вы мне позволите, я угадаю самый счастливый день вашей жизни. Пожалуйста. Можно? Да, конечно, можно. АДО, самый счастливый день вашей жизни еще впереди. Спасибо. Огромное спасибо, благодарность. И до встречи не только с нами на Инстаграме, а на ИВУ, или где-нибудь у вас, или где-нибудь у нас, или где-нибудь еще на планете Земля. Хорошо. До свидания. Пожалуйста. Благодарен. Как быть по-армянски, спасибо. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Благодарен. По-армянски, как будет? Спасибо. Точно. Договорились. Удачи. Хорошего настроения. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания. До свидания.